Сообщения о пропаже подростков появляются регулярно. Как минимум два раза в неделю. В милиции говорят, если подросток ушел, нужно сразу обращаться к ним. Как правило, школьников находят через день-два. Многие возвращаются сами. Но ждать не стоит. Искать детей милиция начинает сразу же, как поступает заявление о пропаже. Подробности у Аллы Горбатенко. Кто из нас в детстве не засиживался до позна у подруги или друга и возвращался домой, когда родители уже подняли на уши всех и вся. В милиции говорят, такое и сейчас происходит часто. И это самая правильная реакция – не терять время и тут же бить тревогу. Заявление о пропаже детей и подростков в дежурной части принимают в тот же день. Некоторые думают, что, чтобы обратиться в милицию, нужно прождать 3-5 суток. Касаемо несовершеннолетних, это все происходит незамедлительно здесь и сейчас. Впрочем, и паниковать сразу не стоит. В милиции советуют. Наоборот, в таких случаях родители должны включить разум. Вспомнить контакты друзей и знакомых. Где в этот момент может находиться подросток. Чаще всего именно таким образом и находят их. Что касается причин, почему дети убегают из дому, каждый случай индивидуален. Некоторые для того, чтобы привлечь к себе внимание. Некоторые для того, чтобы привлечь внимание к обстановке, которая сложилась в семье между родителями. Чаще всего бывает, когда мама с папой расходятся и тогда уже ребенок начинает проявлять такого рода протест, чтобы обозначить эту проблему. Как правило, подростки заранее не готовят побеги. Чаще всего это происходит спонтанно, отмечают в инспекции по делам несовершеннолетних. Еще одна особенность. В такой ситуации могут оказаться дети из вполне благополучных семей. По статистике, большинство беглецов возвращается через день или два. Как, например, в случае с пропавшей в это воскресенье 15-летней бендерчанкой. Накануне побега из дому она поссорилась с парнем. Таким образом, решила избавиться от депрессии. После того, как в соцсетях МВД объявили розыск, девочка сама пришла в милицию. Алла Горбатенко, ТСВ.